Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с скандинавскими сагами. Сага называется Бальдр. Бальдр, господин, скандинавской мифологии юный бог из асов, любимый сын Одина, Ифрик, богиня земли и воздуха. Прекрасного Бальдра называли мудрым и смелым, а его любящая и нежная душа излучала свет. Неожиданно юноши стали сниться зловещие сны, предвещавшие смерть. Обеспокоенный Один оседлал своего восьминогого жеребца Слепнира и отправился в царство мертвых. Колдунья-провидица поведала ему, что Бальдр погибнет от руки собственного брата, слепого бога Хиода. О печаленной новостью Один вернулся в Асгард, но его жена Фрик придумала, как спасти Бальдра. Богиня обошла все девять миров и взяла клятву у всех существ и вещей, что они не принесут ее сыну вреда. Исключением стал побег Амелы, не принятый ею внимания. В Альсгарде все, кроме бога Огня Локки, радовались спасению юного бога. Обозленный избавлением Бальдра от опасности, Локи обернулся старухой и отправился в покое Фрик, где выяснил, что Амела клятву не давала. И когда боги забавляли сметанием копии камней, ставшего неуязвимым Бальдра, Локи подсунул слепому Хиоду пруд из Амела. Побег пробил грудь Бальдра, и бог упал замерт. Фрик попыталась вызволить сына из царства мертвого. По ее просьбе Хермот отправился туда выкупать Бальдра. Пока Хермот находился в пути, тела Бальдра и его жены Нанны, умершие от горя, перенесли на погребальную ладью. Подожгли и столкнули в море. В Нижнем мире отважный Херман нашел брата, занявшего высокое положение среди мертвых. Хель, дочь Локи, согласилась отпустить Бальдра, если все живое и мертвое в девяти мирах станет оплакивать его. Во все концы света были посланы гонцы, и скоро рыдали даже камни. Ты ж старая великанша Тек, отказалась плакать, заявив, пусть Хель останется то, что у нее есть. Опечаленные боги не сразу распознали втек злобного Локи. Так Бальдр навсегда остался в царстве Хель. Миф о безвременной смерти святоносного красавца бога напоминает греческие мифы об умирающем и возрождающемся боге Адонисе. Скандинавы верили, что возрождение Бальдра произойдет после дня Рагнарек, когда из моря поднимется новая зеленая земля. Ну вот такая скандинавская сага о Бальдре. Пока-пока, до свидания.